Хей! Всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер! Сегодня я покажу вам 120, даже на пальцах это число показать нельзя, фактов о Майнкрафт, только в одном видео! Короче, если ты не поставишь лайк, то вот этот Крипер придёт к тебе домой ночью, поэтому ставь лайк и погнали! Ну что ж, друзья, мы незамедлительно приступаем к первому факту. Для него нам понадобится, во-первых, железо, берём железо, также нам будет нужна сегодня тыковка. Берём с вами тыковку и факт звучит так, то что если мы будем создавать голема, то нам необходимо будет в самую последнюю очередь поставить именно тыкву. То есть, если у нас будет стоять тыква и мы поставим железный блок, то ничего не произойдёт, в последний момент мы ставим именно тыкву. Скажите, что вы здесь видите? Верно, ничего. Дело в том, что когда мы смотрим на воду через лёд, то мы её с вами не видим. Розы встречаются немножечко реже, чем жёлтые цветы. Следующий факт про то, что дождь не видно через стекло. Эндермены чаще всего появляются на молодую луну. Тыквы это такая редкая хрень, что их труднее найти, чем алмазы. Сейчас покажу вам одну крутую фишку. Дело в том, что если мы подожжём ТНТ и выстрелим в него из лука, то стрела будет рикошетить. Сколько же у меня поломанных вещей. Давайте сначала починим этот меч. Окей, чиним первый. И затем давайте починим второй меч. Что ж, друзья, мы получаем 10% бонус. Удивительно, но кинутый на рельсе предмет замедлит вагонетку. Давайте её запустим. Как видите, вагонетка реально замедляется. Есть шанс 1 к 10 тысячам, что вместо Майнкрафт будет написано Минисерафт. Удивительно, но это факт. На плотный лёд мы можем поставить дверь. А вот что касается обычного льда, хрен там плавал. На него ты никогда в жизни не поставишь дверь. Драконы края уничтожают обычные сундуки. Но ни в коем случае не разрушают вагонетки с сундуком. Ибо они как бы являются энтити. Дракона края мы можем спавнить даже в мирной сложность. Бедный-бедный скелет умирает, получает урон. Давайте кинем в него зельем вреда. По идее он должен моментально сдохнуть. Но нет, зелье вреда распространяется на скелета как хилка. Ну а что касается лечебного зелья, то оно моментально вредит скелету и тут же их убивает. На полублоках мобы не могут спавниться. Довольно-таки странно, но факт. Гасты не взрывают булыжник, даже если они будут его бомбардировать и стрелять. Бери себе на заметку то, что по ступенькам ты будешь вверх подниматься быстрее, чем спускаться. Углубимся в историю Майнкрафта. Изначально она называлась Cave Game. Лишь потом ночь переименовал ее в Майнкрафт. Недавно в новых версиях Майнкрафт появилась такая фишка. То, что рельсы сдвигаются поршнями. То есть, если раньше они выбивались, то теперь просто-напросто сдвигаются. В аду лава растекается на 7 блоков. Но в верхнем мире всего лишь на 4. Если на вас агрится Индермен, заведите его в воду, он тут же станет пассивным. Даже в мирном режиме волки и големы могут стать враждебными. Если даже игра на паузе, то враждебный Индермен двигается. Когда ты находишься в портале, знай, что ты не можешь открыть чат и прописать какую-либо команду. Снежный голем на самом деле очень умный парень. Если в комнате есть где-то выход, то он постарается всеми усилиями из комнаты выйти. Я думаю, не многие из вас знают то, что у жителей есть зеленая одежда. Но это факт и, к сожалению, при генерации деревень она не используется. Ни один паук не может подниматься по льду, потому что лед элементарно скользит. Выход лавы на поверхность встречается только в тайге, ну и в снежных биомах. Просто помни это как факт. Окей, факт, который я вам сейчас расскажу, связан вот с этим вот иичком. Его снесла вот эта вот маленькая хорошенькая курочка. Так вот, в чем же фишка? Если мы будем выбрасывать 256 раз подобные яйца, то есть шанс 1 к 256, что выпадет не одна курица, а целых 4 курицы из одного яйца. Ты можешь управлять вагонеткой, которая находится в свинюшке, при этом ты делать это можешь прямо как машиной. Люки, таблички, двери, ворота и лестницы преграждают проходу воды. Сейчас весьма любопытный факт. Дело в том, что вода и лава текут к ближайшему углублению. В чем это заключается? Вот вода, она течет к этому углублению. В свою очередь, эта вода течет вот к этому углублению, ну и так далее. Свинозомби, с тобой все нормально. Да, да, да. Короче, этот факт про то, что свинозомби плевать с высоты пятичьего полета на лаву или огонь. Я хочу саграть на себя этого паучка. Кину-ка я в него яйцом, и что же я вижу? Он остается абсолютно нейтральным. А сейчас факт, который в принципе для меня был открытием. В данный момент у меня стоит день, и я прописал следующую команду. Weather Thunder, что означает погода грозовая. Окей, ложимся в нашу кровать, и что же мы видим? Даже когда день я в грозу могу спать на кровати. Волки не нападают на криперов. В эндермена невозможно. Ну вот просто невозможно попасть стрелой или снежком. Следующий факт про то, что эфриты светятся в темноте. Давайте я сагрю на себя вот этого паучка, но если он уколется об кактус, либо же упадет, то сразу же вся его агрессивность куда-то пропадает. Редстоунеры, да и не редстоунеры, должны знать то, что полублоки не проводят редстоун сигнал. Любопытный факт. Для того, чтобы разбить обсидиан рукой, нам потребуется 4 минуты 10 секунд. Ох, какая сейчас жара. Ну а зомби в такую жару на песке душ гореть не будет. Но как только он хоть немножечко сойдет с песка душ, то все. Съев паучий глаз, вы неминуемо отравитесь. Поэтому фу, никогда не ешь его. Следующий факт весьма любопытный даже для меня. Дело в том, что детеныши лавовых кубов совершенно не наносят вам урон. Ровно так же, как и детеныши обычных слизней. Если обычная слизень сидит на вагонетке, то ее совершенно не видно. При этом сдвинуть вагонетку вы сможете только лишь другой вагонеткой. Звук, который издает Гаст, это модифицированный звук кошки. Сундучок мы можем открыть, даже если над ним стоит другой сундук, либо же полублок. Красный факел это единственный источник света, который не плавит снег. Мало кто знал, но проигрыватель можно юзать как топливо. Когда вы крадетесь, это влияет на дистанцию, на которой вас можно достать. Звуки, которые произносит Эндермен, это просто-напросто слова. Hi, what's up, hello. Просто они пущены в обратном направлении и немножечко искажены. Если вы захотите совершить суицид и застрелиться, то ваши прирученные волки будут на вас нападать. Если в Эндермена мы кинем зельем невидимости, то мы будем видеть его глаза. Это я, кстати, ранее знал. Но то, что если мы бросим в паука зелье невидимости, и у него тоже будут видны глаза, я об этом, кстати, и не догадывался. Если ножницами мы будем резать шерсть, то они не будут повреждаться. Следующий факт про то, что вода уничтожает паутинку. При использовании предмета не по назначению, его прочность уменьшается в два раза быстрее. Сейчас наступила ночь, давайте, пожалуй, нескольких Эндерменов с вами заспавним. После чего начнем в них стрелять с луков. Как вы можете видеть, они уворачиваются от стрел, и в Эндермена при помощи лука попасть совершенно невозможно. А знаете что? Вот эта ведьма меня заразила спидами. И я хочу от них излечиться. Что я для этого делаю? Я просто беру молочко, выпиваю его, и после чего я избавляюсь от всех эффектов. А вы знали о том, что если песок душ разместить поверх льда, и затем пройтись по нему, то мы будем замедляться еще в два раза быстрее, чем если бы мы просто шли по песку душ? Знаете что? Сегодня вот этому лучнику придет конец, потому что он обижал криперов. Давайте же подлетим к лаве, после чего начнем стрелять через лаву. И как вы видите, стрелы поджигаются, а вместе с ними и наша цель умирает. Ночной мрак, полчища злых Эндерменов, и от всех них меня может защитить тыковка. Как видите, теперь они меня принимают за своего. Поскольку яйцо Эндердракон обладает точно такими же свойствами, что и песок, то получить мы его сможем, уронив, к примеру, на факел. А вы знали о том, что слизни всегда прыгают по прямой линии и совершенно не умеют плавать? Если ТНТ взорвется в аичке, то оно сразу же уничтожит абсолютно всех окружающих мобов. Но при этом оно не убьет окружающие постройки. Ну что ж, друзья, сейчас мы с вами будем доить самую настоящую корову-мухомора в Майнкрафте. Для этого нам понадобится, во-первых, мисочка, но во-вторых, подойти к ней и кликнуть правой кнопкой мыши. После этого мы получим тушеные грибки, которые с вами сможем съесть. Если под блоком песка или гравия стоит факел, то после уничтожения вот этих блоков, они будут выбиваться. Ох, как сегодня сильно погода испортилась. Давайте, пожалуй, порыбачим. А вы знали о том, что в дождливую погоду рыба ловится гораздо лучше? Если по льду будет течь вода, и мы бросим предмет, то предмет будет двигаться невероятно быстро. Нажимные плиты преграждают прохождение лавы и воды. Так, хэгэшеры, а вы знали, что через сундуки и таблички нельзя увидеть ник игрока? Из эндермена, которого убивает голем, всегда выпадает жемчужина эндера. Эй, как там на днище? Знали ли вы о том, что вы можете под водой ловить рыбу? Вот-вот-вот теперь знаете, что адский заборчик и обычный конфликтуют и не соединяются. Как бы сильно вы не старались, но обсидиан, либо же админиум при помощи поршней вы никогда в жизни не сдвинете. Полезный факт в выживании. Здоровье не восстанавливается, если сытость меньше, чем на 79%. Если на сундучке у тебя сидит довольный и прирученный кот, то сундук ты уже открыть не сможешь. Как войти в инвиз в Майнкрафте, чтобы вот эти мобы меня не палили? Для этого вам нужна следующая конструкция. Будь то блоки стекла, либо же паутина. Итак, ребята, смотрите. Выходим, они начинают нас атаковать и становимся сюда, и уже они нас не видят. Знаете ли, сейчас факт, который я сам недавно узнал. При помощи кактуса мы можем уничтожать предметы. Идущий дождь с небольшим шансом может заполнить котел. Хе-хе-хе, нашего криперочка замуровала в паутину, теперь он меня не видит и, соответственно, не взрывается. Че, тоже застрял? Во время роста саженцы уничтожают стекло на своем пути, поэтому имейте в виду. В хорошей, тепленько освещенной комнате, когда на улице день, паук на нас совершенно не нападает. Если, так сказать, поджечь коровятинку, либо же свинятинку, то из них будет выпадать жареное мясо. А сейчас факт про адского слизня. Спавним его на большой высоте. Как видите, он упал и совершенно не получил никакого урона. Некоторое время назад, то есть в старых версиях Майнкрафта, спрута можно было подоить. А вы знали о том, что ТНТ своим взрывом уничтожает ровно 70% окружающей среды? Окей, а вы знали о том, что оцелоты не получают урона при падении? Несмотря на отсутствие рук, криперы могут подниматься по лестницам. У овечки есть шанс 0,5%, что она заспавнится розовой. И да, кстати, это действительно так. Я в Майнкрафте встречал розовых овец. Адские наросты можно размещать в верхнем мире, но расти они будут только лишь в аду. Если ты будешь прыгать, плавать в воде, либо же бегать по лестницам, то еда не будет на тебя оказывать совершенно никакого влияния. Если на льду лежит тортик, то все равно даже при таком условии эффект от скольжения будет сохраняться. Криперы боятся оцелотов. Если на блок травы ты нажмешь костной мукой, то здесь вырастет трава. Ну а если на эту траву ты нажмешь еще раз костной мукой, то вырастет высокая трава. Если по тортам ты сломаешь блок, то торт просто-напросто пропадет. Связано это с тем, что торт не является блоком. Больше всего алмазов находится на 12 уровне. Если в аду мы нажмем на F3, то здесь мы увидим то, что ад называется Hell. Собственно ад. Ну а в краю это будет называться небеса. Чешуйница это самый маленький моб в игре. Зомби способны подбирать предметы, но и надевать броню. Есть шанс, что поселенец заспавнится рядом с вами построенным порталом в ад. И сушитель имеет иммунитет к абсолютно всем стреляющим предметам. Есть в Майнкрафте такие особые биомы. Это грибные биомы. Так вот, в их пещерах враждебные мобы не спавнятся. Если поле сида при генерации мира Майнкрафт оставить пустым, то в Майнкрафте установится то время, которое есть у вас на компьютере. Чтобы вылечить жителя зомби, в него достаточно бросить зельем слабости. Также в него необходимо пихнуть золотое яблоко. Теперь знайте то, что вы можете заманить мобов в портал в край. Все коровы в Майнкрафте женского пола, так как они могут давать молоко. Раньше в Майнкрафте был блок под названием Плачущий обсидиан. Он являлся некоторым спавном, позже его заменила кровать. В связи с этим блок был удален из игры. В реальности золотые яблоки вывесили 154 тонны. Это примерно как голубой кит. Деревянные полублоки не горят. Полностью натянутый лук наносит большее повреждение, чем алмазный меч. Снежки наносят эфритам урон в пол сердца. Мало кто знает, но тростник растет быстрее на песке, чем на земле. Крипер это не получившаяся модель свиньи. Возможность кидать яйца была добавлена в Майнкрафт после того, как один из игроков сказал то, что съест свой USB, если ночь добавит это в Майнкрафт. У скелета наездника есть шанс всего лишь навсего 1 к 100, что он заспавнится. Если Крипер почти вас догнал и вы нажмете на Е, то все равно умрете. Ну что же, друзья, на этом все. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. И ты обязательно поставишь ему большой палец вверх. С вами был я, Скрипер. Всем удачи. Всем пока, ребят.